Читинский молочный комбинат – одно из старейших предприятий города, о которых, к слову, в принципе, немного. Около 75 лет завод исправно кормит горожан. Он благополучно пережил несколько тяжелых исторических вех. Послевоенные годы, криминальные 90-е, кризисы нулевых. Сегодня продукция завода наценилась в среднем на 42%. Проблема, конечно, в настоящее время у нас с поставщиками. Самая главная проблема – то, что они все в начале марта подняли цены буквально на все. То есть подняли цены от 15% до 100%, то есть вдвое. Упаковка, сырье, ингредиенты, запчасти. Буквально на все. В результате мы вынуждены были с 1 мая поднять цены на свою продукцию. Томский плодо-овощной поставщик, у которого комбинат закупает наполнители жимолости бруснику, наценили продукцию со 195 рублей до 265 за килограмм. Подорожал сахар. Примерно на 20% выросла стоимость упаковки, которую заказывают в Омске, Москве и Санкт-Петербурге. Но главное – поставщики молока отказались работать за прежние деньги. В результате стоимость основного сырья получила удорожание на целую четверть. А других поставщиков нет. Молока в Забайкале с каждым годом все меньше и меньше. Молокозавод – это 130 рабочих мест. Причем люди здесь работают десятилетиями. Главный технолог трудится здесь почти 40 лет. Люди стремятся сюда попасть, потому что у нас стабильная работа, стабильный заработок, стабильный коллектив и стабильное, наверное, хозяйство. У нас нет текучки, кадров нет. В этом году из-за требований об обязательной маркировке продукции пришлось закупить дополнительное оборудование на 40 миллионов рублей. Не шутка. Все это вылилось в наценку продукции, за которую платят обычные люди. Покупаете продукцию молочного завода нашего Читинского? Обязательно. Нравится вам? Да. Почему? Потому что оно сделано из настоящего молока, что творог. У меня ребенок вырос. Мы специально брали молоко и делали творог дома даже, специально для ребенка. Обратили внимание на цены? Честно говоря, оно дешевле идет, чем какая-либо продукция. Цена выросла на 42% в среднем. Будете продолжать покупать? Да. То есть неважно? Нет, нет, нет. Я своих производителей не бросаю. Вы покупаете продукцию молочного комбината Читинского? Ну да, если попадается. У нас просто смоленки не продают. Нравится свежее молоко, натуральное. Творог, сливки. Берем сметану. Сейчас цена в среднем на продукцию выросла на 42%. Будете продолжать покупать? Ну нет, конечно. Будем искать, где дешевле. Очень люблю. Обратили внимание на цену? Ну конечно, цены у меня очень хорошие. Хотелось бы поменьше, чтобы. Ну вкусно им нравится, мне как бы и детям нравится, и мне нравится. Снежок, как бы ряженка вкусная тоже как бы нравится, кефир нравится. В связи с повышением цен будете как-то себя ограничивать? Нет, этого не будем, конечно. Торговые сети выразили недовольство подорожанием. Однако окончательного сотрудничества не прекратили, но закупать стали в меньших объемах. Руководство завода констатировало, спрос действительно сократился.